Привет, друзья! Ой, сразу начну жаловаться. Короче, я писала в сообществе запись, оставляла здесь в YouTube, о том, что я буду на вебинаре от известной танцовщицы. Это был бесплатный вебинар, на котором она обещала подарить танец любимому на 14 февраля. Я хотела его разучить просто для того, чтобы потом разучить его вместе с вами. Я так понимаю, что он будет простенький, плюс это от известного танцора, хореография, было очень интересно. И я знала, что на этом вебинаре, мастер-классе, да, онлайн, так сказать, будет подниматься тема курса от Марты Корзен, Марта Корзен танцовщица. То есть у неё есть свой собственный курс, танцуй как богиня, всё, там он платный. Но я не думала, что из двухчасового эфира реально час, может, даже больше будет занимать эта презентация. Ребята, я уже просто, честно, я уже не могла. Я очень уважаю этого танцора, она очень крутая, она признанный танцор, профессионал, всё супер. Класс, но так долго, так долго она рассказывала про этот курс, кому он подходит, какие отзывы, какие там цены. И вот сейчас нужно покупать, иначе с завтрашнего дня цены поднимаются. То есть сейчас вот даётся три минуты для того, чтобы вы купили. Я просто понимаю эту систему, я понимаю, что это в какой-то степени, ну, возможно, это грубо прозвучит, но это впаривание. То есть ты сейчас прям должен оплатить быстрее, скорее, или там взнос внести, чтобы рассрочку там потом выплачивать. То есть быстрее, быстрее всё нужно сделать, и тогда ты точно будешь крутым профессионалом, и у тебя будет сертификат. Это здорово. Я только за то, чтобы учиться, но этому было посвящено очень много времени. Такое ощущение, что вообще весь этот вебинар был сделан только для того, чтобы как раз людям продать курс. Тем более, что цены, вот самый дешёвый, 11 тысяч рублей, самый дорогой, чтобы вы понимали, 70 тысяч рублей. 70 тысяч рублей, ребята, это 30 тысяч гривен, чуть больше, вдумайтесь. Да, танцор должен себя вкладывать, но это деньги вообще просто сумасшедшие, мне кажется, для онлайн-курса. Ну, она профессионал, возможно, это действительно того стоит. Мой учитель по танцам прошлый, Катя, брала этот курс, тоже там денег она уйму заплатила, довольна осталась. Короче, я просто очень устала, меня реально это вымотало. Я два часа сидела перед телефоном, я уже просто не могла, мне уже хотелось танцевать. Я пришла за практикой, я думала, что мы на этом мастер-классе будем учить танец. Оказалось, что танец пришлют в подарок на почту всем, кто был до конца эфира, с доступом до пяти дней. То есть только пять дней можно будет разучить эту хореографию. И до сих пор я вот обновляю, мне всё ещё ничего не приходит. Я надеюсь, что придёт, конечно, но пока ничего нет, и меня вообще смущает этот момент. Вдруг мне не придёт, потому что я пару раз вышла ненадолго, потому что мне там Лёша звонил, мама, вот. И мне приходилось закрывать трансляцию, но я возвращалась. То есть если ещё и танец не придёт, это будет вообще просто потраченное, ну, лично для меня потраченное два часа времени. Там, конечно, Марта рассказывала, там ценную информацию давала, ценные советы, но их можно было рассказать вот реально до 20-30 максимум минут. Всё остальное время вот это про курс. Пипец. Просто человек, который сам занимается рекламой, я занимаюсь рекламой, я всегда стараюсь давать вам рекламу дозированно. До 30 секунд, если это какой-то канал, до 2 минут, если какой-то продукт. И если это реклама от чего-то такого типа как Эпицентр, как-то это должно быть нативно, интересно. Понятно, это просто не мой продукт, не мой лично созданный. То есть если бы я там создала какой-то курс, не знаю, как бы я бы презентовала, но это так было долго. Просто за это время я бы уже сама придумала простенькую, очень простенькую хореографию, чтобы дать вам. Почему не захотелось вообще это сделать? Да просто потому, что меня когда-то об этом просили. Я думаю, что я, конечно, новичок, но уже не совсем прям новичок. Я уже четвёртый год занимаюсь. И базу я, ну, знаю, я не хвастаюсь, я не говорю, что идеально. Но чем-то могла бы уже с вами поделиться, чтобы, как сказать, немножечко влюбить вас в восточный танец, и чтобы вы начали им заниматься, не знаю, хотелось бы что-то показать. Поэтому если сейчас не дождусь эту хореографию в течение 30 минут, я просто сама что-нибудь придумаю, вам покажу. Мы вместе выучим, и это будет к 14-му, не к 14-му, но для вас это будет такой подарочек для меня. Бесплатно, ребята, абсолютно бесплатно. Ребята, я придумала для нас танец. Ушло на это где-то полчаса 40 минут точно, я вся мокрая. Я долго искала музыку, подходящую именно в фонотеке YouTube, чтобы я смогла показать танец под музыку прямо здесь, чтобы вы её сохранили. Короче, танец придумала на полторы минуты, поэтому можете учить на 14 февраля, потому что он такой получился в какой-то степени соблазнительный, или же просто для себя, чтобы, не знаю, познакомиться с восточным танцем. Я очень старалась, надеюсь, что вам понравится. И сейчас вы посмотрите, какой танец будет у нас в итоге. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Так, давайте повторим с самого начала. Теперь давайте в этот момент сразу с музыкой. Слышите, такой пичу? Это мы поворачиваемся, эффектно поворачиваемся. Только вот тут руки, вы слышали, я делаю не раз, два, три, четыре. Я немножко подстраиваюсь под музыку, чтобы прям они вместе с музыкой шли красиво, красиво. И здесь, допустим, прям перед лицом вот так не надо, я тоже могу так сделать. Делайте так, будто бы вы лицо обводите руками и так смотрите вниз, немного в пол. Красиво принимаем позу и повернули голову. Есть, это у нас такая первая часть. Дальше будет проходка, дальше самое интересное. Делаем проходку, которая называется шоссе. Это такая, ну, основная проходка, я везде с ней. И, кстати, на любой импровизации я с шоссе. В общем, как это делается? Руки, наши руки. Мы делаем шаг на правую ногу, и рука идет вместе с ногой. Смотрите, это получается, даже дальше стану. Раз, два, три, четыре. То есть мы делаем шаг, приставили, шаг, приставили. Мы становимся на правую ногу, левую приставляем, на левую ногу, правую приставляем. И корпус поворачиваем. Это раз, два, три, четыре. Вот примерно так это делается. И мы делаем, значит, повернулись. И мы делаем раз, два, три, четыре. Ставим руку левую у головы. Ну, не так, что голова болит аккуратненько, красиво. Правая вот так. И мы делаем бедром, правым бедром мы делаем круг. Представляем, что здесь вот такой, знаете, как выемка в стене. Вот такая вот. И мы должны вот так ее бедром прогладить. Только пятку не выставляйте, это сток впереди. И мы делаем раз, два, три, четыре. И смотрим на бедро, чтобы внимание зрителя было на бедре. То же самое. Поворачиваемся и снова с правой ноги делаем то же самое. Шоссе. Раз, два, три, четыре. И снова на бедро. Пять, шесть, семь, восемь. Давайте еще раз. Пришли. И поехали. Раз, два, три, четыре. Бедро. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. После этого мы делаем восьмерки. Восьмерка делается тоже, вот представьте, в голове знак бесконечности. И мы должны бедром обвести его, или восьмерку перевернутую. Это и есть восьмерка. Мы делаем 1, 2, 3, 4. Только мы это делаем не на месте, а в проходке. Мы идем 1, 2, 3, 4. Раскрываем руки в красивую позицию и делаем арочку. Наверное, уже много рассказала, но давайте вот это доделаем, два одинаковых движения, и я еще раз объясню. Арочка — это когда мы поднимаем бедро, и мы его рисуем арку слева направо, а потом справа налево. То есть пам-пам, пам-пам. И опять же пятка старается не выходить вперед, и колено вот так у нас старается тоже не ходить. Поэтому держим спину, руки, голову, и делаем 1, 2, 3, 4. И в обратную сторону мы тоже делаем то же самое. Восьмерку. Раз, ну руки делайте как угодно, пока просто держите в классической позиции, в привычной. Можете так держать. 1, 2, 3, 4, и опять арочка. 5, 6, 7, 8. Надеюсь, я понятно объясняю. И все равно долго получается. Ну, а как? А как? Если вы вообще далеки от Востока, это, конечно, непросто сейчас будет. Но кто меня смотрит, кто вообще знает восточные танцы, и кто вообще классно танцует для вас, это вообще будет ерундень просто. Ну, это такой интересный экспириенс, повторюсь. Так, на чем мы остановились? Давайте с самого начала подсчет прогоним опять. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Голова. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И восьмерочки пошли вбок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И подумать, забывай, если этот кусок, а еще много. Блин, я, наверное, слишком длинный танец придумала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Все, пока что под музыку этот кусок больше повторять не будем, потому что будет очень долго. Дальше вот мы закончили арочку, мы сделаем арабский шаг. Это очень красивый шаг, очень простой, один из самых вот таких вот знакомых. Мы сделали арочку и наступаем на правую ногу сразу же, она у нас сейчас сделала арку. Мы делаем шаг, удар левым бедром, мы делаем шаг на левую, удар правой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки могут быть просто так, руки могут быть вот так, руки могут быть вот так, чтобы подчеркивать движение бедер. Очень красивое движение, очень простое и расслабленное, такое легкое. Сделали арку и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, по-моему, мы четыре раза удаляем. И дальше делаем шаг с сбросом назад. Мы правую ногу отводим назад и левое бедро поднимается и делает. Раз, два, левая нога назад, правая, три, четыре. Это такой шаг. Видите, как он выглядит? Пять, шесть, семь, восемь. Шаг-сброс. То есть мы делаем арабский шаг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И делаем любой ногой назад. Какой уже получилось? Ногой, любой. И с руками вместе мы делаем такой шаг назад и возвращаемся. Будто бы мы хотели упасть, но мы не упали. То есть так, хопа, и вернулись. И как будто бы руки нам помогают. Мы такие, раз, и вернулись. Это выглядит так. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уже слева получилось. Семь, восемь. Пришли. И дальше мы делаем проходку с волной. Это мы поворачиваемся в боком. Идем правая нога впереди и мы делаем волну. Делаем волну, какую можете. Ну, я тут сильную прям тоже не делаю. Тут прям вот такую. И не каждый может делать эти волны. Поэтому делайте лёгенькую волночку. Волночка она вот. Грудь вниз и назад. Грудь вверх. Грудь вперёд. Вверх, вниз, назад. Вперёд, вверх, вниз, назад. И мы идём с этой волной. С правой ноги и раз, два, три, на четыре. Мы переступаем на другую ногу. И пять, шесть, семь, восемь. Понятненько? Посмотрите ещё на ноги, когда волна. Ноги закрытая, позиция правая. Если мы идём вот так, правая нога впереди. Вот. Раз, два, три. И левая нога красиво поворачиваемся. Теперь левая впереди. Пять, шесть, семь, восемь. Пришли. И дальше у нас будет две бочки. Бочка. Такое движение называется. Бочка. Это когда мы бёдрами, не трогая корпус, мы делаем вот так. Мы делаем вот такой большой круг. Бочка может быть маленькая, а может быть прям отокенная, большая. Мы делаем две быстрые, маленькие. Представьте, что двумя вот этими косточками мы должны нарисовать круг. Вот так, по горизонтали. И мы делаем руку можно вот сюда красиво, левую сюда к бедру, правую к голове. И мы делаем. Раз, два, поворачиваемся. Три, четыре. Мы должны перевернуться обратно. То есть, давайте с арабского шага ещё раз. Пришли, арочка была. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сброс. Три, четыре, пять, шесть. Упали назад. Волна. Два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. И бочка. Раз, два, три, четыре. Довернулись. И желательно, чтобы пятка не торчала, чтобы носок красивый был. И потом будет очень красиво. Мы падаем. Падаем только не вот так. И не вот так, как будто нас там кто-то ударил. А красиво со спины. Спина ровная. Хоп. Даже если спина у вас сильно не прогибается вниз. Пусть даже это вот так будет. Вот так. Просто красиво. Раз, два. Раз, два. И красиво. Рукой правой будет здорово, если волосы поднимете. То есть мы опускаемся вместе с рукой. И правая рука волосы поднимает. Поднимает. И дальше будет тряска. Это очень интересно. Давайте с музыкой с самого... Нет, не самого начала, а с момента, где у нас восьмерочки. Вот эти, да? Сейчас. Давайте даже шоссе наверно, да? Вот мы сейчас сделаем. Пам. Восьмерочки. Парочка. Пять, шесть, семь, восемь. Пять, шесть, семь. Ворокий шаг. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь назад. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Упали. И волна. Пять, шесть, семь. Ворочка. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. О, смотрите, сколько мы уже выучили. Мы уже выучили минуту, можно так сказать. И дальше мы делаем тряску. Тряска это очень сложно. Тряска у меня вообще через раз получается. Когда как. Самое главное в тряске, вот трясется живот, но работаем мы коленями. Коленями, то есть самое главное это колени, колени хорошенько разгибать. Одна за другой. Сначала медленно попробуйте это. Раз, два, три, четыре. Назад, назад, назад. И прям до конца разгибать эти колени. Бум-бум-бум. Вот. И самое главное, вес должен быть на пятках. То есть, когда вы делаете тряску, вы можете спокойно оторвать носки от пола. Это хорошая тряска, если вы отрываете носки. Потому что, если вы стоите на них, то это не та тряска. Это вот туда вот как-то неправильно. И опять же, как только я пришла к Наталье Николане, она сказала, что очень важно опустить копчик. То есть, вот этого не должно быть. Опустили копчик. Это значит, живот в себе вот так выровнялись и трясем. То есть, мы волосы подняли, и там прям красиво будет, если мы будем трясти, рука будет потихонечку опускаться. Ваша тряска может быть сейчас зажатая, потому что ноги не расслаблены. Она может быть такая вот неидеальная, но кто там поймет? Пока никто не поймет. Главное просто вот это полностью прям не тряситесь, а старайтесь концентрироваться на коленях, чтобы это вживо шло. И спокойно, спокойно, сильно, прям быстро тоже не нужно. Трясем, трясем, мы там долго трясем, и там мы поворачиваемся 7-8, и у нас будет красивый мах такой, длинный, волосами, головой. Здесь кто может, может сделать прям классный прогиб. У меня спина слабая, поэтому я его прям сильно красиво делать не буду. Мы что делаем? Я вот вам покажу впереди. Мы руки вот так делаем, прям вот так красиво. Одну сюда, другую сюда, мы себя обнимаем, и мы делаем вот так. То есть мы голову прям красиво проворачиваем, вот так выглядит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И тут впереди уже, когда мы ее почти наклонили, мы делаем мах. Опа, волосы сзади оказались. Очень красивое, эффектное движение. Поэтому сделали тряску. Правая нога вот так за лево зашла, мы сделали красивый-красивый прогиб. Волосы махнули, подобрали и делаем на месте красивые такие змеиные движения. Называется вертикальная восьмерка. Опять же, мы представляем восьмерку, и мы ее вот так рисуем. То есть бедро поднимается и в себя, поднимается и в себя. Не вперед, а по горизонтали. Мы поднимаем бедро. То есть одна нога, бедро, которое там выпрямляется, она прям выпрямляется, колено выпрямляется. Получается раз, два, три, четыре. И мы делаем раз, два, три, четыре. Там не помню по музыке сколько будет. Это мы спиной делаем. Потом снова разворачиваемся. И делаем то же самое, только вниз. Раз, два, три, четыре. Оставляем волосы в руке. И мы сделаем восьмерку бедром. Восьмерка бедром, это когда мы поднимаем бедро назад, вперед, назад, в сторону, вперед, вниз. И вот так это получается. То есть мы здесь тоже поставляем горизонтальную восьмерку, которую нам нужно одним бедром нарисовать. Мы рисуем раз, два, три, четыре. И давайте уже до конца дойдем, уже доучили практически. И после этого мы руки красиво раскрываем. Правая, вверх, левая, вниз. Нога натянута на носочки. И мы вот так вот немножко наклоняемся корпусом и руками делаем красивые такие вращения. Мы сделали. И после этого мы делаем такой замах руками. Нога за ногу. Присели, будто мы взлетаем. И в конце мы красиво руками закрываем лицо, чтобы было видно глаза. Это самое последнее наше движение. Ну что, все понятно? В какой момент мы плохо разобрали? Наверное, с тряски, да? Или даже с бочек. Бочки. Бочки мы делаем. Рисуем раз, круг, два, быстрый. Мы вернулись. Мы делаем такое упали. Раз. Волосы правой рукой подняли. Два. И сразу отсюда тряска. Пять. Шесть. Семь. Восемь. А, длиннее там. Разворачиваемся. Делаем красивый такой прогибчик. Небольшой. И мам головой. Подобрали волосы. Вот как заколочка. Подобрали. И делаем восьмерку. Раз. Два. Три. И повернулись. И делаем вниз. Семь. Восемь. И с этого момента мы делаем восьмерочку. Одним бедром. Раз. Два. Три. Четыре. По-моему, она вообще там одна будет. И после этого мы красиво раскрываем руки. Опускаемся к ноге. Поворачиваемся. Взлетаем. И закрываем лицо руками. Давайте подсчет с самого начала, потом под музыку и все. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Поворачиваемся. Семь. Восемь. Руки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Голова. Семь. Восемь. Пошли. 4, бедро, 5, 6, 7, 8, шоссе, 1, 2, 3, 4, бедро, 5, 6, 7, 8, восьмерки, 1, 2, 3, 4, арочка, 5, 6, 7, 8, восьмерки, 1, 2, 3, 4, арочка, 5, 6, 7, 8, арабский шаг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, сброс назад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, упали, 7, 8, волна, 1, 2, 3, 4, красиво, видели, как она пошла, 5, 6, 7, 8, две бочки, 1, 2, быстро, 3, 4, упали, 5, 6, встали, 7, 8, тряска, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, прогиб, 1, 2, 3, 4, 5, 6, волосы, 7, 8, подобрали, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, поворачиваемся, 7, 8, 1, 2, 3, 4, восьмерка бедром, 5, 6, 7, 8, и мы красиво отходим вправо, опускаемся к левой ноге, поворот, взлетаем, глаза, все, теперь под музыку и конец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что я могу сказать, подарок мне так на почту еще и не пришел, я думаю он конечно придет, но не знаю когда, потом будет просто еще один танец в запасе. Ребята, не судите строго, мне интересно было попробовать себя в роли учителя и интересно было рассказать вам, конкретно рассказать о танце, вот полностью его разложить по полочкам, я могла бы еще дольше рассказывать, но видите, видео так длинное получилось и захотелось мне его реально посвятить своему хобби, потому что мне пишут часто, что я мало выкладываю танцев, тут я решила прям комбо сделать и поговорить и показать и рассказать и даже постараться научить. Поэтому пробуйте, я уверена, что у вас все получится, если вы будете пробовать, только обязательно перед тем, как учить танец, сделайте разминку небольшую, обязательно разомните хорошенько плечи, руки, голову, стопы, корпус. Вот прям стопы, шея, спина, это очень важно, поэтому следите за этим, вот, а то можно очень легко травмировать и даже после такого движения плавного головой может болеть потом шея. Вот, и самое главное, саночка, взгляд на какие-то вот части тела и руки, у нас пальцы, средняя тянется к большому, красиво это какие-то не вот так, не вот так, не вот так, а вот вот так. Это непросто, и я сама за собой замечала, что где-то я до сих пор все никак не могу это вытянуть, потому что это сложно, это постоянно работа над собой. Пробуйте, присылайте видео, надеюсь, вам понравился такой формат, увидимся очень скоро, всем до встречи и пока!